Вы знаете, что в сентябре 2017 года у нас в стране, и в том числе в Кировской области, состоятся выборы. У нас будут происходить выборы высшего должностного лица региона, депутатов Кировской городской думы. И мы будем избирать не во всех, а в 36 районах, а 3082 делегата в органах местного самоуправления. Поэтому работа идет большая, и согласно положению партии «Единая Россия», мы проводим предварительное партийное голосование. Для городской думы предварительное партийное голосование и для органов местного самоуправления состоится 28 мая, в единый день по единому голосованию. Что же касается высшего должностного лица, здесь несколько горит им другой. И вот сегодня на политическом совете мы приняли решение, в котором мы хотели бы, и я хочу сегодня заострить ваше внимание, создать не конкуренцию каких-то людей, а создать конкуренцию идей и планов, которые бы легли в основу формирования той программы, с которой в сентябре месяце партия пойдет на выборы. Поэтому сегодня решением политического совета были приняты пять кандидатур. Я их назову. Это Васильев Игорь Владимирович, исполняющий обязанности губернатора Кировской области. Катаева Наталья Алексеевна, которая возглавляет фонд поддержки местных инициатив «Вятка Соборная». Это генеральный директор завода «Сельмаш» Чурин Александр Анатольевич. Это директор агрофирмы «Средний Ивкино» Харин Николай Викторович. И это ректор нашей медицинского университета Шишунов Игорь Вячеславович. Вот этим людям предстоит сформировать ту программу, с которой мы будем выходить на выборы. И с этой программой она будет звучать на многих дискуссионных площадках, где будет обсуждаться, где она будет дополняться. И где мы призываем всех жителей Кировской области, которые желают развития нашей области, участвовать в этой работе и предлагать свои идеи. Поэтому вот это решение сегодня принято. Мы решение это утвердили. И я думаю, что вот уже начиная с сегодняшнего дня мы приступим к формированию данной программы.